Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Классная эргономика, к тому же она не по сути перед плохой погодой. Данный экземпляр существенно доработан. Причем сделано все довольно интересно. Во всяком случае, в двигателе использованы преимущественно детали от других СААБов. Халид Мунир владелец. Большую часть работ по машине я делал сам. Пробег у нее почти 320 тысяч километров, и я этим горжусь. Начал я с блока... Блока автоматического контроля ABC, наверное, он мозги имеет в виду. Потом более производительные форсунки, новый топливный регулятор, выпуск, антеркулер, коллекторы. Подвеска постоянно эволюционирует. Подвеску в этой тачке я менял, наверное, раз 20. Здесь стоит олдскульная система турбонаду. Турбонаду в нового поколения. Это хороший крутящий момент, богатая середина и затухание наверху. Так ведут себя Fiesta ST, WRX и так далее. А здесь олдскульная система с большой турбиной и хорошей тягой наверхах. Если переключаться не на отсечке, то движок выпадает из буста при каждой смене передачи. В итоге получаешь буст-лаг, буст-лаг, если ехать в любом другом режиме, кроме как тапка в пол. У этой машины очень странная компоновка. Передний привод, расположенный продольно, двигатель с наклонным блоком. Коробка передач располагается прямо под ним. Из нее вперед выходит промежуточный вал, далее еще один вал идет назад к дифференциалу. Это все так необычно. Халет говорит, что передаточные числа теоретически позволят этой тачке разогнаться до 266 км в час. Самое последнее, чем я хотел бы заниматься, это поехать 266 км в час за рулем этого автомобиля. Ну, кое за что эту машину стоит, конечно, похвалить. По-моему, данный экземпляр настолько сбалансированный, насколько это вообще возможно в случае с СААП-900. Он достаточно быстро издает прикольные звуки, а плавность хода так вообще отлично. Машина очень мягкая. Она неплохо держит дорогу, к тому же ведет себя собранным в любой ситуации, кроме экстренного торможения. В таких случаях мотает передок, и машина тебя слегка пугает. Этот СААП примечателен тем, что он как бы олицетворяет собой все СААБы. Я выложил фотку этой тачки в Инстаграм, и она набрала тысячу лайков и 80 комментариев чуть ли не за час. Все писали, типа, какая она крутая и так далее. А вот если у кого-нибудь спросить, мол, хотел бы ты ездить на этой машине? Уверен, мало кто ответил бы «да». И в этом весь СААП. СААП — это та компания, которая всегда заставляла людей говорить, типа, «Угляди, как крутяк, а дальше? Хотели бы вы себе такое купить?» «Не, не особо». И, наконец, теперь мы обанкротились. Мне искренне хотелось бы, чтобы СААП еще существовало, и утверждать обратное было бы лукавство с моей стороны. Они всегда создавали какие-то странные штуки, которые вызывали у меня интерес. В сухом остатке мы имеем следующее. Эргономика здесь потрясающая, приборы скомпонованы вообще идеально, а сама машина комфортная и просторная. Для прожженного фаната марка СААП, пожалуй, закончилась на этой модели. Для них исчезни марка хоть тогда, хоть сейчас уже без разницы. Но когда я рос, они выпустили другую машину, которая оказалась быстрее этой. К счастью, Халет владеет и одной, и второй. Но давайте проверим, чего она стоит. Переведено при поддержке Тюнинг-Ателье Про-Сервис. Создаем индивидуальный стиль вашего автомобиля. Я всегда хотел себе купить Вигену. Я постоянно их провожал взглядом, они мне нравились. Я слышал и читал разные отзывы про них, ну и так далее. В 2007 у нас появился ребенок, и я решил, что двухдверной машины нам не хватит. Я сказал, дорогая, нам надо купить четырехдверку. И сходу начал смотреть Вигена. Знакомство с своими героями может сильно порадовать. Впрочем, это знакомство с машиной, которой я проявлял умеренный интерес в старших классах школы. Это СААП 93 Виген 2002 года в пятидверном исполнении. В свое время эта машина считалась квинтэссенцией маркетинговой политики, основанной на родстве с боевыми истребителями. Типа автомобили СААП, спустившиеся с неба. В свое время СААП с Каней действительно занимались выпуском реактивных самолетов. И одним из этих реактивных самолетов был Виген. Связаны ли хоть как-то эти самолеты с автомобилями? Вообще никак. Это был маркетинговый трюк, причем вполне успешный. Ну, по крайней мере, меня он в 18 лет сильно впечатлел. Больше всего мне Виген нравится удобством в ежедневной эксплуатации. Если вам нужна озорная машинка на каждый день, которая позволяет делать с ней все, мне кажется, лучшего варианта нет. В ней столько места, вообще машина очень комфортная. К тому же это СААП, по ощущениям, это стопроцентный СААП. Двигатель, то, как он у этой машины настроен, для тех времен все очень здорово. Моего товарища, младший брат, ездил на такой тачке в старших классах. И тогда она казалась исключительно крутой. С четырех цилиндров она выдавала столько же сил, сколько было у Audi S4 с ее твинтурбовой шестеркой. Этот автомобиль весит тонну 450, оснащен 230-сильным трубодвигателем объемом 2,3, который сильно лагает передним приводом и пятистопкой. Стоят пружины, амортизаторы кони, комплект Виген резко, это многокомпонентный комплект. Шеститочечная нижняя распорка, распорка передних стоек, задний стабилизатор толщиной 25,4 мм. И задняя опора дизельной машины, вот и все. Ухоженный Виген можно взять примерно за 10 тысяч баксов. Если сравнивать с другими тачками, которые можно купить за десятку баков, то здесь соотношение цены и качества вполне себе ничего. Вот только едет он как-то не особо. Мне всегда казалось, что у Ника Шейлика в старших классах была быстрая тачка. Не было у Ника Шейлика никакой быстрой тачки. Не, ну, в чем-то она, конечно, заслуживает похвалы. Машина очень собранная, почти нет скрипов и сверчков, так-то пробег у нее 200 тысяч километров. При этом движок работает ровно, кондиционер холодит как надо, плюс у нее хорошая плавность хода. Мотайте на ус, детишки. Ваши герои, скорее всего, в жизни окажутся такими же крутыми, какими вы их себе и представляли. А вот машины, к которым у вас был умеренный интерес, вот они вполне способны вас разочаровать. Я вот что хотел бы сказать. Я не хотел бы продавать свои СААБы, говорю, как есть. Но иногда, если тебе захочется поездить на другой машине, то придется брать другую тачку. Но кто-то считает, что СААБы, 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 как-то так. Ну, нельзя сравнивать. Я считаю, что эти машины невозможно ни с чем сравнить. Целый день, проведенный рядом с этими двумя великолепными обращиками шведской инженерной мысли, оставил у нас смешанные чувства. С одной стороны, SPG это, на удивление, быстрый и проворный тюнинг проект выходного дня. Хотелось бы такие машины чаще видеть на дорогах. С другой стороны, мы поняли, почему СААБ все-таки сдулся. Делать что-то по-другому нужно только тогда, когда рынок считает, что так будет лучше. В условиях современной экономики массового производства нельзя отличаться просто ради того, чтобы отличаться. Мы с оптимизмом ждем возвращения марки СААБы, с ностальгией вспоминаем ее прежнюю философию. И все же, если бы они продавали автомобили в наше время, мы бы присматривались к чему-нибудь другому. Перевод группы BMI Russian. Перевод осуществлен при поддержке тюнинг-ателье ProService. Придаем индивидуальный стиль вашему автомобилю. ProDeficeService.cc Продолжение следует...